Слава Украине! Привет всем от Полонского! Тут нешуточные крики, вопли-сопли начались после заявления Арестовича о том, что ракета в Днепре была сбита. Я не очень понимаю, отчего вы так кричите. Конечно, Арестовичу нужно следить за языком и так далее, но по сути дела не имеет никакого значения. Ракета, извините, мирашистская была сбита ПВО или же не была она сбита ПВО. И после этого она куда-то попала, или до этого она, как говорится, куда-то попала. Любая арестовская ракета, которая летит к нам, априори должна быть сбита. И не мы виноваты в том, что она сюда прилетела. В этом виноват только Путин. Я вообще не понимаю, о чем речь. Это ракета, которую послал Путин в Украину. Все. А там сбита она получилась или не сбита, это не имеет никакого значения. Для международного сообщества, ну, надо говорить как есть, по всей видимости. Я не говорю, что об этом нужно говорить по телевидению или так далее, но в принципе речь не об этом, речь о другом. Любая арестовская ракета, которая летит к нам, она должна быть сбита априори. Если при этом нанесен какой-то ущерб, этот ущерб нанесен рашистской ракетой. Если бы фашист Путин, если бы террорист Путин, если бы бандитская Россия, террористическая Россия внесла бы сюда эти ракеты, все люди были бы живы. Потому что так можно договориться до того, что, а зачем мы сбиваем ракеты. Или кто-то может просчитать траекторию любой ракеты, после того, как ее собьют, вы что смеетесь, что ли. Все ракеты должны сбиваться, вся ответственность лежит на России. И да, Арестович должен был держать язык за зубами, это второй момент. Но, это была путинская ракета, и не имеет совершенно никакого значения, была она сбита. Или просто завалилась на дом, так как летела. Вот, собственно говоря, и все. Вот это постановка вопроса. И в том, и в другом случае виновата только Россия. А все остальное, пускай они лабуду рассказывают своим вот этим вот скрепным вот этим зрителям, которые хавают всю эту жвачку с объективов, с телеэкранов фашистского телевидения. Вот и все. Весь разговор. Слава Украине. Еще один момент. Мы только что опубликовали у себя на телеграм-канале видео с моментом того, как ракета прилетела в этот дом в Днепре. Так вот, абсолютно четко видно, что никакого сбития в данной ситуации не было. Взрыв один. Никакого там старта ракеты не слышно. Взрыв один. И после взрыва завалился дом. Собственно говоря, то есть взрыв один. Ну, я лично видел, когда ракеты сбиваются. Тут над Киевом видел ни разу, ни два. Там всегда идет два звука. Сначала срабатывает ПВО. Буквально через несколько секунд второй бабах. И потом уже пошла куда-то на боковую полетела ракета. Ну, я там много раз был свидетелем. Да, в данной ситуации четко один взрыв, одно попадание. Никакой работы ПВО в данной ситуации слышно не было. Поэтому я не знаю, что языком там плескал Арестович. Но лично я, вот посмотрите на этом видео. Ссылочка, как обычно, находится в описании. Посмотрите, послушайте. Я там вижу абсолютно четко один взрыв. Никакой работы ПВО лично я там не услышал. Слава Украине!